22 и 23 апреля в Тюменском технопарке прошла выставка загородной жизни Загород Экспо, в котором агентство недвижимости Сова тоже приняло участие. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте, расскажите, как вам атмосфера сегодняшнего мероприятия? Атмосфера мне очень нравится. Такая камерная, спокойная. А если даже в сравнении с Днем застройщика, там был такой активный посыл. Быстро, активно, ярко и так далее. А здесь все как раз располагает в загородке. Я уже обошла почти всю выставку, сейчас еще как раз иду к вам. Я себе ищу не просто дом, даже скорее всего я ищу земельный участок. С выходом к воде. Мне прям надо вот воду, чтобы я могла на саб доске поплыть, там на лодочке, ну в общем, все, что я хочу. Может быть это будет готовый дом уже с участком, может быть я куплю землю, построю дом. То есть варианты могут быть разные, поэтому я здесь. Попробуйте, что-то вкусно. Спасибо. Это зерно арабики, в темном шоколаде. Сегодня очень вкусное мероприятие, да? Да. Как говорится, все вкусное, вечеринка вкусная. Да, 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 согласен с вами. Сова, сибирские владения. И это фристайл. О наших партнерских отношениях. Фристайл. Она с вами, ребята, присаживайтесь. Мы будем рады вам всегда в общей хайне. Так себе фристайл. Вы уже попробовали кофейные зерна в шоколаде? Да. Я их еще в детстве попробовал первый раз. После этого моя жизнь какого-то поменялась. Классная штука. Супер. А как думаете, у нас на участках можно вообще выращивать кофе? Кофе, слава богу, это можно скажете что-то другое. Кофе. Кофе, да. На участках в Сан-Вилледже, солнечная поляна, можно выращивать кофе. Что вообще вот в эти два дня ожидаете увидеть новенького, чего еще не было на предыдущей выставке? В моем возрасте уже трудно что-то новенькое узнать в целом. Людей, счастливых людей, конечно же, еще больше. Меня зовут Вячеслав. Я представляю компанию товаров в Крике. То есть я владелец этой компании, еще у меня есть напарник. Мы занимаемся эко-товарами, эко-продукцией. Мед. Три вида пока на данный момент. Липовый, бадивый и дикий мед в сотах. Это венечки для бани. Канадский дух, эвкалипт. Также деревянные ложечки, сувениры, эфирные масла. Мы находимся в городе Тобольске. То есть мы приехали из города Тобольск поучаствовать в выставке. У нас, кстати, в Тобольске тоже есть офис агентства недвижимости. А вот вы сами лично какой предпочитаете? Образ жизни загородный или городской? Я предпочитаю загородный. Мне больше нравится загородным жить. То есть мы живем в городе, частный дом. Нет, мы сейчас в Тобольске живем в квартире. Здесь в Тюмени родители живут загородным. И загородный дом это, для нас, крутая тема. Алена, говорят, у нас какая-то акция сейчас здесь. Да, у нас есть очень крутая акция по загородной недвижимости. Если вы совершаете сделку до 30 июня при покупке дома, дачи, участка, то вы получаете вот такую крутую беседку в подарок. Вы сможете принять участие в розыгрыше. И самый счастливый человечек получит от нас подарок. Скажи, это у вас новые технологии какие-то на рынке загородной недвижимости? Да, у нас IDDOM Афанец, функция распознавания лица. Поэтому все для вас. Может помочь ваше оборудование в том, чтобы защититься от мозойливых риелторов в своем доме? Да, как бы лишний никто не пройдет, так это назовем. В то же время вы можете выдать временный ключ какому-то доставщику пиццы, еще что-то, пин-код строителям. То есть это на самом деле удобно. Вы никогда не забудете ключи, потому что вы пройдете по Face ID. Расскажите, чем вы занимаетесь, я смотрю вас. Мы занимаемся благоустройством, занимаемся детским игровым и спортивным оборудованием. Также предлагаем вам альтернативу для дачи, для загородной жизни, теневые навесы, перголы, коконы, лежаки, стулья. То есть участок облагораживаете функционально? Да, облагораживаем участки и все делаем с душой, качественно. Данные лежаки, коконы, они не занимают много места. То есть сами видите, это буквально метр квадратный, максимум полтора метра квадратных. То есть стоят они очень доступно, сделаны из высококлассного материала полимерной лозы. Обратиться нужно к нам в компанию «Комфортный город» или «Комфортная среда», находимся в городе Тюмени. То есть и без овощей не останемся, и без оборудования? Да, без овощей не останетесь, хватит места, посадить грядки, где использовать под овощи. Также с комфортом сможете отдохнуть в своем участке. Вы наш давний надежный партнер, компания «Сибирские владения». А вот скажите, как по вашему мнению, за последние несколько лет изменился ли портрет клиента? Конечно. В первую очередь он, безусловно, что сделал? Помолодел. Наверное, наш клиент сейчас – это молодые люди, молодые семьи, 25+, и основной сегментом до 40 лет. Те, кто сейчас могут позволить загородную жизнь в обмен на квартиру. Цены примерно сравнялись. Помните, еще пару лет назад купить загородный дом – это что-то на богатом, как вы говорили. А сейчас 100 квадратов – это равно цене двухкомнатной квартиры в хорошем жилом комплексе. Плюс комфорт загородной жизни все-таки уже приходит. Есть свои парки, есть свои пешеходные зоны. Поэтому и «Сибирские владения» делают свой вклад. А вот скажите, какова роль риэлтора в вашей работе? Риэлторы – это наши партнеры, которые усиливают нас. В первую очередь это усиление. Во-первых, вас много. Во-вторых, вы сейчас растете, становитесь специалистами, проходите школу-загородки, очень много учитесь. Поэтому сейчас, наверное, вы приросли к отделу продаж самого застройщика. То есть мы в хорошем понимании стали уже партнерами. У нас есть клиенты, которые говорят «Подождите, я приду со своим риэлтором». И еще последний вопрос. А изменился ли за последние несколько лет портрет риэлтора? Ой, на самом деле это прекрасно, что он изменился. Вы стали больше учиться, вы стали посещать прекрасные мероприятия, конгрессы, выставки. Развивайтесь, вы пойдете на международный, федеральный уровень. И уже на международный, знаем, куча прецедентов. Поэтому сейчас, наверное, стало нормой иметь своего врача, своего риэлтора. Поэтому вы молодцы, вы очень развиваетесь. Я надеюсь, что мы тоже помогаем со своей стороны, мы многому вас учим. Самое главное, что эти знания вы применяете на практике. Меня зовут Раиса. Я являюсь руководителем отдела продаж девелоперской компании «Яр». Мы с вами сотрудничаем по нескольким проектам. Коттеджный поселок Луговое, коттеджный поселок Лето Парк, априори наш новый проект и наш новый проект Morris Club. Это проект с готовыми домами. Изменился ли портрет риэлтора и вообще как вам работается с нашими агентами? Какова их роль в вашем взаимодействии? Ну, именно с риэлторами агентства «Сова» мы работаем очень плотно и часто очень они раскручивают, помогают раскручивать нам наши проекты. Очень часто происходит, что именно ваши риэлторы становятся первыми покупателями либо первыми людьми, которые приводят к нам покупателей. Это не может не радовать. Они тоже стали более вдумчиво предлагать своим клиентам не то, что есть, то и берите, а выбирают уже какие-то более конкретные, по категориям выбирают участки, дома, рекламируют, снимают. То есть они тоже стали более точно подходить к выбору и земельных участков, и готовых домов. И, соответственно, более часто сами приезжают, показывают, снимают на видео, выкладывают в Инстаграм, в другие соцсети. Поэтому более такая конкретная вовлеченность повысилась. А вот по поводу мероприятия, смотрите, такого же не было раньше подобного, да, загород, экс-пременного, чтобы это прям направленность была на загородную жизнь. Это тоже хорошо. Да, сейчас прям подряд несколько проходит. Как вот вы считаете, польза есть от этих мероприятий? И что послужило именно толчком к созданию вот таких вот проектов? Толчком к созданию послужило то, что сейчас загородная недвижимость очень развилась. Даже за последние несколько лет очень много стало предложений на рынке. Соответственно, спрос возрождает предложения. Соответственно, людей, которые хотят перебраться за город, тоже стало очень много. Поэтому такие мероприятия должны быть. Это очень удобно, потому что человек, приходя в одно место, не ездя по трактам в разные места, приходя в одно место, может подобрать себе как строительную компанию, так какой-то земельный участок, так же и готовые уже какие-то дома, проекты и так далее. Это очень хорошее мероприятие. Мы всегда с радостью участвуем, занимаем места удобные. Хочу купить дом! Расскажите, у вас там сейчас GTA Vice City? Ну, нет. А что вы видите? Вообще ничего. А, это массажер, да? Это массажер. А я думал, это VR-очки, в которых экскурсия по загородному дому проходит. Я тоже так подумал, но не это массажер. А чтобы вы предпочли все-таки, экскурсию по загородному дому или массажер? Я думаю, все-таки, а, нет, массажер, я хотел сдавать экскурсию, а потом понял, что массажер. Он такой классный, вы не представляете. Ну, там можно и вживую посмотреть, да? Да, я вживую в доме, где, в принципе, уже хорошо. Вы его и так каждый день видите, да? Да. О, классно, да? Это непередаваемо, на самом деле. Как думаете, это отличное решение для своего участка? Вот, например, я не хочу выращивать там картошку и так далее. Если я поставлю кресло массажное, это круто будет? Это очень круто, на самом деле. Это не только приятное времяпровождение, но еще и полезное. Выставка, на самом деле, очень интересная. Особенно мне нравятся островки с архитектурными всякими бюро. У меня, в принципе, о чем близка это тело. Вот, посмотрела, посетила, очень интересная. Загородная жизнь, она для вас какая? Вот есть у вас участок, свой дом. Что вы планируете на этом участке все-таки делать? Больше отдыхать или, например, выращивать там какие-то культуры? Отдыхать больше. Отдых, да? Нет, выращивать тоже что-то наоборот. Деревья там, деревья. Ну, в полевом яблони вишню посадить. Мне кажется, тут больше речь идет про картошку и всякое такое, поэтому больше там все равно отдыхать. То есть, деревья можно, картошку нет. Картошка вам в Кургане продается. В общем, вишня и яблоня и по центру большое кресло Ямагучий массажер. Вот это, который... Ну, еще и цветочки. И цветочки. Фонтанцепалон. Супер, спасибо. Дарья, Марат, вы сегодня были в лектории, где были важные темы. Насколько я знаю, нас туда не пустили с камерой. Ну, вот я хотел спросить, как все прошло, справилась и сегодня сова со своей задачей, какие были темы, как аудитория наших партнеров приняла нашу лекцию. Расскажите, пожалуйста. Ну, где мы затронули самые острые, как бы горячие, все о загороде, как она развивается, то есть, какие на сегодняшний день проблемами сталкиваются девелоперы, какой спрос у потребителя, банки и все подобное. Мы вещали немного, собственно, все по чуть-чуть, каждая свою точку зрения в целом получилась очень информативно. Очень понравилось, вопросы были по факту, ответы были такими же. Будем стараться, не будем стараться, а как ранее, всегда принимали участие в таких мероприятиях, и будем делать это в дальнейшем. Вам понравилось? Да, да, все было прекрасно. Все прошло легко. А как считаете, вот такое мероприятие, оно больше нацелено на партнерское взаимодействие, укрепляет их, или наоборот, с клиентами взаимодействие? Более на партнерское, наверное, чтобы клиентам было хорошо в дальнейшем. Конечно. Ну что, друзья, вот такое вот мероприятие. Надеемся, вам понравилось. Обращайтесь в агентство недвижимости Сова. Я всегда с радостью вас проконсультируют наши специалисты в любом из офисов.